Наталья наводит порядок в ящиках. Из предпочтения ловить хариуса и выбирали вот такие расцветы. Надеюсь, ничего не выпадет. Вот тут вертушек, всяких колебалок, каких только нет. Какие раскаты серьезные. Лодка вовсю плавает, хотя наполовину была затащена на берег. Так, у нас сегодня фото-видео-модель Натальи Владимировна Удинцева. Давайте всем спокойной ночи и до завтра. Ну что, седьмой день. Время 5 утра. Вышли посмотреть уровень воды. Как тут лодка. Дождик не перестает идти, так и моросит. Все затянутся. Гор с другой стороны тоже не видно. Вообще ничего не видно. Вода пребывает. Постепенно. Ширина какая стала реки. Ну что ж, дождь тихонько моросит. Лежать в палатке уже поднадоело. Идем умываться. Завтракать. О, море, море. Да-да-да-дам. Вода больше сильно не прибыла. Вот как вчера сильно перло, но чуть-чуть еще добавилось. Добавилось и все. Дождик не сильно идет. И она на одном уровне стоит. Как вот лодку подтащили, так она и стоит. Это замечательно. Больше нам не нужно. Меньше тоже. Виды сегодня потрясающие. Гор не видно. А то все зелененькое, хорошо. Не, дождик конечно нужен, обязательно нужен. Сейчас там вот дерево будет ближе забирать, пилить. Будет неплохо. Собаки, собаки. Ветерок, дождик, никто не кусает, хорошо. Дождевик от Наташи. Наташи. От Наташи Вуртовой, Наташи Улинцевой. Раз тут повод воспользоваться моментом и одеть новый дождевик. Все правильно, надо воспользоваться моментом. А вдруг дождей больше не будет, новый дождевик не оденешь. Да, вдруг. Фу. Что, комарду у палатки? В береге нет комарок, кстати. Ну как, я вообще. Это вообще модно. Пошли умываться. А не руками махать. Там будем махать. Я в домике. Ой, у меня карманы есть. А на завтрак у нас сегодня каша пшеничная. Вкусненько. Собаки у нас опять отказываются есть. Они не состоят. Ждут рыбу. Дождик у нас закончился. Вода не перестает пребывать. Опять вот я до этого говорил, что вода успокоилась. Нет, лодка смотрю уже параллельно берегу плавает полностью. Даже к лодке не подойти. И мы решили, чтобы не сидеть. Сначала я думал сходить куда-нибудь прогуляться влево-вправо. Посмотреть, что у нас есть вообще на задах. Вот так вот думаю, дождик закончился. Надо, наверное, заготовить дров. Так что сейчас надеваем болотники. Что у нас в болотниках? Смотрите. Штельки. Штельки. Войлочные штельки. Обязательно. Болотники покупаются. На размер на два больше. Для того, чтобы можно было положить стельки. И можно было одеть носки там шерстяные. Либо вот термоноски. Термоноски. Термокомфорт лонгсокс. Повторяйте, я английский выучил. Лонгсонгс. Это у нас тоже от компании Спрут. Там состав написан. Состав написан? Да. Там полушерсть даже. Нисколько я помню. 90% котон. Кто такой котон? Котон это хлопок. 8% полиамид. И 2% элестан. А где шерсть? А значит на других. Котон. Котон это хлопок. Хлопок. Ну это тоже хорошо. Гладить нельзя, можно только стирать. А вторые носочки у нас, они там полушерстяные. Ага, понял. 40-45 размер. То есть они с 40 до 45 растягиваются. Ну что такие на ощупь мягонькие. Синенькие вторые, вот те полушерстяные. Эти можно, короче, это... Как гольфы. Как гольфы одеть. Костя гольфики носит, как Наташа. Вот так вот. Кстати, удобно будут в тех районах, где есть клещи. Ну так же одежду носят так ведь, когда есть клещи. Что клещ, не дай бог, не заполз к вам. И не укусил. У меня 43 размер. Они мне изумительные. А болотники 45. Вот, вообще, прям вот... Ни больше, ни меньше, прям. Ну вот шерстяным носком, наверное, Наташа будет. Туговато? Ну, маленько. Ну, хотя нет, наверное, нормально будет. У нас есть еще две пары носков. Одни шерстяные, собачьи. Это не потолще, а не тонкие. Ну да, собаки, прязные. Ну что, пойдемте дрова заготавливать хотя бы чуть-чуть. Чем-то надо заниматься. Пошли. Ну вот, лодку прибило к берегу. С дождей еще дня два будет идти, тут будет море точно. Я говорю, потом то дерево начнем по-любому. Заберем прямо от самого дерева, напилим и везем. Ну, еще чуть-чуть, и мы встанем на острове, потому что сзади нас тоже обычно вода бежит. Будем на необитаемом острове. В общем, решили пойти погулять все-таки. Наташа говорит, пошли сходим погуляем, пока дождя нет. Дрова есть, напилены. Успеем еще напилить. Погуляем, посмотрим, что у нас тут. Где. У нас тут на задах тут сауна. А вообще у нас сегодня съемки от первого лица. Ой, как сказать. С костиного лица. С костиного лица. Камера на кости. Непривычно, непривычно. Вот они, ручки. О, все, сауны нету. Сауна полная. И бассейн. Да, теперь бассейн. Тут был такой водички немного. И она нагрелась, нагрелась. Такая чистая, чистая, да. А сейчас уже тоже чистое, но уже холодное. Ждать, когда отойдет водичка с реки. Тут опять станет сауна. Да, потихоньку затапливает наш островок-то. Нормальной воды стало. Нормальной воды, да. Правда, бассейн. Нагреется будет, а все купаться. Правда, надо будет. Все, да, пошла туда. Вокруг нас. О, только мальков-то, посмотри. Мальков сколько плавает. А, зашли, не было их. Мы вчера тут ходили, гуляли с собрами. Да, я тоже смотрел. Мальков много. Ну, тут только хариус. Тут вариантов нет. Других рыбок нету. Да, облачка над горами низко. А смотри, как снега меньше на глазах становится от дождей. Хотя нет. А, нам просто не видно. Нет, там правее, это вон лежит. В общем, вид на наш лагерь издалека. Лодка все ближе и ближе к палаткам. Собаки успевают купаться. Патрон, возьмите себе. Здорово, встой в один. Все, я не высуну. Ну что, пойдем дальше, обратно. В ту сторону сходим, давай. Там тоже просит. Здесь дальше не перейти. Это глубоко уже затопилось все. Патрон нашел. Патрон нашел. Да, да, нашел, нашел. Нашел рога. Ну, это же оленья рога. На, 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 нашел. Молодец. Молодец. Нашел. Псюша, нашли, не видели, он нашел. Молодец. Добытчик. Косточку себе нашел. Вот их объясни. Сходил туда в лес. Вверх. Там вверх идет так приличный такой подъем. Деревьев там все меньше и меньше. Ни грибов, ни ягод нет. К сожалению. Вот у нас вот сухарка стоит. Сухарка. Блин. Здорово, но таскать-то ее далеко. Я таскал прям очень далеко. Ручеек, ручеек. Водичка чистая. Мальки везде плавают. Такое ощущение, что вот здесь вездеходка раньше шла. Очень-очень давно, потому что колеи такие глубокие. Вот у нас грибочки. Но грибочки уже переросшие. Переросшие от слова совсем. А свежих не наблюдается. Пойдусь, посмотрю вдруг. Багульничек. Такие вообще запахи такие прекрасные. Кустов голубики просто очень много. Но ягодок нема. Нема. Странно. Странно, странно все. Это странно. Надеюсь, что это не зверовые тропы. Хотя на это тоже очень похоже. Ну, следов нету. Трава не утоптана, значит здесь давно уже никто не ходит. Пам-пам-пам. Пам-парам-пам. Пам-парам-пам. Грибочки. Пулюха. интересные места да очень похоже на вездеходку потому что вот они две колеи нашел наташа два гриба но они это переросшие а свеженького ничего нету да пошли по берегу больше никого идти я дарил источник пробегу быстренько две минуты наташа я все-таки в надежде грибы найти по тому берегу уже пошла такого цвета кофе с молоком по нашей стране еще более менее идет вода а там только воплыва кусают они как коровки дают воду выйдут из воды такое ощущение что специи больше не несет до того притока хотя нет везде вся река такая вот плавают туда-сюда с берега на берег вот уже на серединке плывут течение очень здорово и тортанули не отсюда чтобы лодки переплыть уже вон где до берега немного осталось пришлось срочно отвязывать лодку пуля не справилась с течением патрон справился пули нет и когда переплыла на ту сторону а там скала то есть она немного не натянула я и потом решила обратно на ту сторону переплывать и на середине плывет уже никуда смотрю все быстро завели мотор и уже прям на середине течение и и зашкварку зашкварку засунули в лодку и патрон потом тоже следом знамя опять поплыл пришлось себе патрона забирать мы уже с берега правда без строчек а а а а а а а а а ан а а а а а а а за а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Сubersu Студар Следующий Жаль Разные добавки Спрашitten ВОВА Знал что делает BetaTorzok Думаю На 2 месяца Сейчас вот решили На месяц попробовать Поехали А я белочку буду Вот что у нас получилось с дровами, немного, но на готовку еды, я думаю даже на приготовление хлеба, когда сделаем каменку, должно хватить, поедем на рыбалку, увидим где не заваленное дерево, либо напротив он на берег противоположный сходим, там напилим дерево лежит, и в баньку у нас уже дрова есть, там две полельницы небольших уже наколотых сложено, так что нормалды, сожжавая. Мой его нагл Öyle. А, блядь на швuğу тег, и не занимаемся в индустриèle. Нажимаем тебя! Достаточно не разместил его жмут! Аплодисменты. 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 Смотри, патрон, аккуратнее. Она тебя сейчас быстро уделает. Как ты в том году. Орехов-то, правда, конечно, не давали. но она и без орехов может тебя уделать. Как в том году тебя раз и покажет, кто тут хозяин. Лапой ее задавил. Она и не сопротивляется. Давай лапами отгонять меня комаров. Такие смешные. Это что, все что ли? Не дуриться. Саев, да? А мы пошли в лес. Тут нигде ни одной бересты нет. Ну, это березки. Сейчас сходим в лес, поднимем светла повыше, посмотрим, может там где-то березки есть. Разжигать нечем. Разжигать нечем. Взял пульку с патроном, да пошли. Наташа осталась. Сидит разгадывает кроссворды. Ну вот, не зря в эту сторону пошел. Тут еще одно дерево, причем такое немаленькое. И там еще дальше одно. Да, чуть подальше, чем мы таскали до этого, но не так далеко, терпимо. Пришел из леса, насрезал бересты, нашел березу такую уже, знаете, вообще вот кривую. И на ней даже листочков в этом году нет. Походу она все. Но тут все березы такие кривые, потому что почва одни камни, либо мох. Все, то есть, почвы нормальной нет. Насрезал. Много не нужно, жадничать тоже смысла нет. от этого нам. На все время здесь хватит. Какой комар был вкусный. Скажу, что здесь рай по сравнению с тем, что происходит в лесу. В лесу там вообще просто ад. И там пустого места на голове там все облеплено на тебе. Поднялся еще выше, собак-то с собой взял. Хотел еще поснимать там все. Итоги память закончилась. Думаю, ну черт побери. Прошелся по болоту вдоль. Буквально тут метров, наверное, 500 в разные стороны. Попытался мороженую поискать. Блин, нету даже кустиков мороженой нету. Одна голубика, а голубики, не одни кусты голубики. И вот такие здоровые муравейники. Вот такие здоровые муравейники. Прям такие. Знаете, такие вот, есть такие широкие, а вот такая вот, не широкие, а такой длинный-длинный. Да, Наташа, такой прямо, блин, прикольно. Ну, нечем снимать было. Может, потом скажу как-нибудь на неделе туда, поснимаю. Есть следы. Видно проваливающиеся мха, ну, непонятно, чьи следы. Медведь, лось. Я по расстоянию посмотрел, лось сильные. Не понятно, кто пробил. Ну, в общем, не суть важна. Собаки побегали, понюхтили, ничего не говорят, кто ходил. Ну, следы, не знаю, что старых или нет. Он понятный-то. не пустила. Наташа. Продолжение следует... 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 Вот, и снова подкрасцей. Вот, и так на серии. Оба в разные стороны мягчат. Блок-пост во все стороны. Уши вытянулись, струны к вашей шеи вытянулась. Посмотрите на эту красоту. Я уже камеру убрал. Думал, все, таймлапс дотянуло все облачками, синими такими. И тут у нас стала такая красота. Просто восторг. Уровень воды стремительно падает, это очень радует. Я думаю, что день-два вода свалится готовой. До того уровня, как мы с вами пришли, и мы начнем рыбачить. Как же все-таки это красиво. У Кости излишки пенки в стакане. Так, поклон. Фу, патрон. Ой, фу. Что делать ты сегодня у нас будешь? Танцевать будет. Пьяный дебош сейчас, походу, будет. Танцевать будет? А, Патроха. Пьяный дебош? Лапку давай. Скажи, дай мне пенку. Скажи, дай пенку от пива. Лапку. Лапку давай. Лапку. Ну? Ой, молодец. Другую лапу. Другую лапу давай. Другую. Молодец. Другую лапу давай. Другую лапу давай. Ну ты что? Так, тебе нужно пенку от пива дать. Лапку тебе дали. Так, Степ. Ну пенку от пива-то дай. Хорош. Патроха. Ты уже буянишь уже. Ну дай пенку от пива. Ты уже буя... дай пенку хорошо мой дай пенку на пенка они ой какая пи он пиво лакает костя патрон ну ты ваще ну как ты мог и патрон все давай спать напился спокойно о какой патрон да да пиво пил вот смотрите показываю на полярном урале как интересно происходит событие да солнце садилось это здесь ориентировочно может быть это вот здесь это было район наверно 11 вечера сейчас час ночи и вот смотрите уже солнце уже начинает вставать здесь все буквально не темнеет совсем вот смотрите покажу как на улице реально на улице на на берегу светло не темнеет совсем вот так вот запросили новый прогноз погоды завтра будет 23 плюс плюс 23 кратковременные дожди послезавтра и после послезавтра будут дожди очень надеемся дожди будет не сильно и вода скатится обратно ну все-таки порыбачим а мы что сидели сидели Наташа говорю я так кушать хочу а у нас есть гречка с тушенкой в общем сейчас будем есть ночной дожор будинцевых ничего не меняется будем кушать гречка на чугунной сковородке с тушенкой сейчас я скажу знаете почему она такая вкусная потому что у нас есть вот такое вкусное масло горчичное традиционное с Волгоградской области спасибо семье серебрянской спасибо Люба Саша мы вот 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 уже столько изжарили поэтому очень вкусно спасибо мой какой запах гречку люблю но греча иногда такая вкусная бывает я знаю что он тебя думал заменить на гречу чушенка от Елены Гинсу масло это б GAB да Субтитры сделал DimaTorzok